Майк Киннен ушел в отставку. У Магнитогорского Металлурга теперь новый главный тренер. С ним они уже сыграли матч против Трактора. Правда, наставник Челябинской команды Андрей Николишин готов оспорить результаты встречи. Подробности в нашем обзоре спорта. Майк Киннен покинул пост главного тренера Металлурга после проигрыша Салавату Юлаеву. Место наставника теперь занял Илья Воробьев, работавший до этого помощником Киннена. Однако состав руководства клуба Канадец не покинул. Теперь он будет советником президента Металлурга. После этих перестановок Магнитогорский клуб уже одержал первую победу, обыграв Трактор. Челябинские хоккеисты за пять минут до окончания третьего периода вели в счете 3-1, но удержать лидерство не смогли, пропустив быстрые голы и закончив основное время со счетом 3-3. А в овертайме победную шайбу забросили игроки Металлурга. Впрочем, судейство на этом матче уже раскритиковал главный тренер Трактора Андрей Николишин. По игре пускай лига разбирается. По игре с судейством, с удалением, с голом. У меня больше нечего. Спорной стала третья шайба Металлурга. Отбить ее вратарь Трактора просто не смог бы. На него в тот момент упал игрок соперника. Однако заявление от КХЛ пока не последовало. 14 медалей завоевали южноуральские гиревики на домашней спартакиаде по гиревому спорту. Всероссийские соревнования проводились для спортсменов до 18 лет. И у Челябинской области второе место в общекомандном зачете. Три из 14 медалей золотые. Одна из них на счету Николая Горифьянова. Он поднимал сразу две гири весом в 24 килограмма. И сумел сделать это 74 раза. И у многих вот эта ошибка не разгонять сначала. А под конец уже не могут долгать. А мы сначала тихонько шли. А потом у нас силы есть. Мы начинаем ускоряться. Обойти южноуральцев и занять первое место в общекомандном зачете удалось лишь спортсменам из Тюменем. Дима, вставай давай, соберись. Лучших среди юниоров определяют и дзюдоисты. Областные соревнования собрали в Челябинске 150 человек. Победителей ждет первенство Урала, а затем чемпионат России. Ульяна Любимова, Александр Захаров, Иван Бредихин, ОТВ. И только что стало известно, судья должен был отменить гол Металлурга в концовке матча с трактором. Департамент судейства КХЛ рассмотрел эпизод со спорной шайбой и заключил гол забит не по правилам и засчитан неверно. Судье допустившему нарушение вынесен дисциплинарный штраф.